Йоу, друзья, привет! Сегодня мы будем говорить про настройку, вдохновение и фокус. Все это касается работы. Настройка на работу, фокус, состояние потока, когда ты сидишь, время течет незаметно, и ты весь в работе. Это очень крутое состояние. Мы поговорим, как его достигать сегодня. Как я его достигаю, я поделюсь с вами опытом. Вдохновение. Вдохновение получить можно разными способами. У меня есть свои лайфхаки на этот счет, и мне безумно хочется с вами поделиться ими. Ну что, погнали! Я надеюсь, вы посмотрели уже урок, который я прислал вам вчера, и домашнее задание. На самом деле, кому-то может показаться, что домашнее задание немножко нестандартное. То есть вы ожидали, что домашка будет какая-то другая. На самом деле, очень важно составить план. То есть, если вы как бы пропустили мимо ушей, и такие, ну, блин, домашка и пофиг, типа, хрен с ним. Это неправильно. Нужно взять листок и написать, тын-дын-дын-дын-дын, что я хочу. Какой у меня план, и придерживаться его. Пусть вы даже, может, запоздаете, но этот план у вас будет. Если его не будет, вы как бы и двигаться не будете туда, куда хотите. Поэтому напишите план, сделайте домашку, и все, как я объяснил. Так, ну что, приступаем. С чего же начать? У меня, на самом деле, большая проблема сесть за работу. То есть, я могу ходить неделю-две вокруг компьютера, заниматься чем угодно, но так и не сесть за работу. Об этом я как раз-таки и хотел поговорить сегодня в этом уроке. Как настроиться на работу? Первое, это вдохновение. То есть, откуда его взять? Откуда черпнуть вот этот вот порыв и понимание, как делать? Первое, это, конечно, насмотреть. То есть, нужно насмотреть примерно в той области, в которой вы будете работать, а это дизайн, насмотреть фильмов, сериалов, картинок, книжек. Если вы, например, смотрите какой-то фильм, там, про любовь, там нету никакого, там, творчества, дизайн, там только есть сюжет про любовь. Это не настройка на дизайн. В вашем случае нужно смотреть фильмы, в которых затрагивается тема творчества, дизайна, и лучше, если там будет вообще максимально об этом рассказываться. Какие фильмы и сериалы я советую вам посмотреть? Первое, это сериал «Абстракт». Он в свободном доступе, его там кто-то перевел, какая-то студия. Сериал называется «Абстракция искусства дизайна». У него 8 серий, и он произведен Netflix. Каждая серия посвящена какому-то эксперту в определенной области. Вот я вот сейчас смотрю, и первая серия посвящена Кристофу Ниману. Это иллюстратор. То есть, это супер, когда ты смотришь там целую серию про какого-то иллюстратора, и все это спродюсировано, и сделано просто вообще космос. Меня это сильно вдохновляет. Вторая серия про Тинкера Хэтфилда. Это тот чувак, который сделал Nike. То есть, дизайнер легендарных кроссовок Nike. Потом про С. Девлин. Девлин, Девлин. Ну, как-то так. То есть, все сериалы, которые мы смотрим, да, там, «Тру Детектив», там, «Настоящий Детектив», или «Мир Дикого Запада». В любых последних сериалах самых крутых есть крутые титры, чтобы люди смотрели какие-то интересные, закрученные, там, мощные титры. Когда они смотрят сериал, вот для этого это делается. Это все разрабатывает вот эта вот женщина, и она рассказывает, как это все происходит, и показывает свою работу. Ну, это просто супер. Тут есть про дизайнера автомобиля, тут есть про фотографов, тут про дизайнеров интерьеров. То есть, каждая серия посвящена какому-то уникальному персонажу, который, типа, в этой области добился каких-то неимоверных успехов и известен на весь мир. Если вы посмотрите, это просто супер. Ваша задача посмотреть шестую серию про Пауло Шер. Пауло Шер – это супер-женщина, графический дизайнер. Пауло Шер – владелец агентства «Пентаграм». Посмотрите, что они делают. Это агентство находится в Нью-Йорке. Супер-агентство. Если вы посмотрите их работа, это даст вам просто самое крутое вдохновение. Если вы этого, конечно, еще не смотрели. Если смотрели, вы молодцы. Слушайте дальше, я вам расскажу еще. Дальше. «Черное зеркало». Честно скажу, «Черное зеркало», «Black Mirror» – это мой любимый сериал. Я очень кайфую от него. Просто посмотрите первый сезон, второй, третий, последнюю серию посмотрите, интерактивную. Поставьте себе месяц бесплатный Netflix на любое устройство и посмотрите этот сериал. Это просто очень круто. Мне нравится третий сезон. Там постоянно про технологии, там постоянно… То есть каждая серия напитана вот этим вот цифровым искусством так, что меня это просто прет. Это будущее, это то, что меня вдохновляет. «Черное зеркало» – это просто обязательно. Кстати, на Netflix есть такой лайфхак, можно ввести в поиске «Russian». Там появится в какой-то графе «Audio in Russian». И пока что все фильмы, в которых есть русский язык. Понятно, что можно скачать на торрентах, да, но это время. И опять же, бесплатная подписка Netflix, смотришь, потом это стоит, ну, вообще дешево, какие-то копейки. Я советую. Дальше я советую фильмы. Первый фильм – это «Бэнкси. Выход через сувенирную лавку». «Exit through a gift shop». Это суперфильм. Не буду спойлерить. Заходите, смотрите, если вы еще не смотрели. Кстати, я недавно выложил влог на днях, где я был на выставке «Бэнкси». Вдогонку вот этот фильм. Супер. Вообще, «Бэнкси» решает. Ну, я надеюсь, вы смотрите мои влоги, да? Следующий фильм – это «Баския». У Энди Уорхола, все же знают Энди Уорхола, тут объяснять не нужно, был друг Жан-Мишель Баския. О их дружбе, о «Баския» есть фильм. Были коллаборации у Юниклоа с «Баския», у «Адидаса», в кроссовках, футболках, в одежде. Много кто использовал вот эти вот рисунки. И картины стоят супер дорого. Если вы не знаете этого художника, обязательно посмотрите. И фильм про него. 1996 год. Так, ну, я думаю, вам достаточно вот этого. Вы найдете и посмотрите. В воскресенье у нас будет выходной, ребят. В воскресенье я ничего не буду грузить. Посмотрите лучшие фильмы в воскресенье. Будет урок завтра, в субботу и в понедельник. Вот домашка посмотреть хотя бы что-то из этого. Так, про вдохновение мы поговорили. Переходим к следующему пункту. Это настройка. То есть, как настроиться на работу. Для меня самая крутая настройка – это ежедневные привычки. Сколько я слушал разных там подкастов, всяких там супер-айронменов, которые там бегают, супер много денег зарабатывают, у них огромные компании и так далее, и так далее. Они все говорят, что у них есть ежедневные ритуалы и привычки. На самом деле, у меня ежедневные привычки – это выспаться, сходить в душ, почистить зубы и попить чаек. И после этого я уже могу приступать к работе. Ну, про душик и почистить зубы – это все понятно. Можно делать еще контрастные души, чтобы вырабатывался кортизол. То есть, после теплого включать холодную и вот на этом бодрике как бы продолжать. Кто-то встает рано, кто-то встает поздно. Это вы уже сами решаете, сами постраиваете свой режим. Смотрите, как более продуктивно. Но нужно постоянно анализировать и стараться выстраивать свой режим так, как продуктивнее вам, чтобы вы все успевали. Давайте поговорим про чай. На самом деле, я вот всегда пью несколько напитков моих любимых, которые меня бодрят, дают мне энергию. Сейчас я вам перечислю их. Первое – это мата. Вот вы увидели эту штучку. Некоторые не знают, что это. Это калибас, это бобилия. Это напиток из Южной Америки. Он содержит мотеин и разные полезные микроэлементы. И он реально прет и дает энергию. Но иногда он дает как бы некую агрессию такую, когда ты его перепиваешь. И многие его понимают. Поэтому вы можете это протестировать в каком-нибудь чайном доме, в чайном магазинчике, купить, попить, попробовать. И если вам подойдет – супер. Кто-то пьет кофе. Я, например, не люблю кофе, и мне оно не прикалывает. Но если вам вкатывают кофеин, и он вас держит там больше получаса, и потом вы не хотите после него спать, то, пожалуйста, оставайтесь на нем, только не перебарщивайте. А потому что на сердечко это действует. Я считаю, что стимуляторы какие-то должны быть натуральные. Но все в меру, все в балансе. Также можно не бодриться, а можно пить чаи для фокуса. Например, такие, как Габа или Шань. Он не дешевый, но он крутой. Либо просто зеленый чай. Сенча. Вот купили зеленый чай, попили, там содержится тианин. Тианин очень хорошо работает на мозги, и он дает фокус работы. То есть, так как я занимаюсь здоровьем, разбираюсь в биохимии продуктов, постоянно ем какие-то специи, постоянно что-то готовлю, постоянно экспериментирую, я пришел к тому, что зеленый чай – это здорово. Помимо зеленого чая есть Женшеню Лун. Ваша задача – попробовать и то, и то, и то, и выбрать, что подходит вам, как на вас это действует. Что-то вас будет клонять в сон, что-то будет давать бодряк, что-то будет давать какое-то другое состояние. Вам нужно разобраться, что лучше для вас, в каком состоянии вам прикольнее всего работать, и нужно ли вам вообще это. Может, и без этого хорошо. Но, опять же, я считаю, что это часть некого ритуала, вкусового ритуала, и кофеин, он стимулирует все-таки мозги и дает энергию. Я не советую пить колу, всякие газировки, но это, конечно, тоже способ получения сахара. Но сахар – это зло, поэтому лучше заменять сахар глюкозой, которая содержится во фруктах. То есть, если вы будете пить свежевышенный сок грейпфрутовый, то эта глюкоза вам ударит в голову и даст прилив мозговой активности и запало как бы на работу. Также можно есть там финики, можно есть продукты, которые содержат глюкозу. Ну, это фрукты. Логика заключается в том, что мозгу нужна глюкоза. Это топливо, и за счет нее он функционирует. Еще по поводу чаев. Тигуанин, Дахунпао. Вы можете тестировать их, но, как правило, они работают немножко иначе, и они не настраивают на работу, они, наоборот, расслабляют. Но, может, у вас как-то по-другому работает, как-то все люди разные. Просто потестируйте. Я склоняюсь просто к зеленому чаю. Тианин – супер. Если вы что-то не понимаете, гуглите. Фокус. Как его получить? Как попасть в это состояние потока, в состояние флоу? Если вы не понимаете, о чем я говорю, есть книжка чувака с сильно трудной фамилией. Его зовут Михей Чексет Михай. И он написал книгу «Флоу. Поток». В 1990 году он написал ее раньше, чем я родился. То есть об этом многие говорят психологи, люди, которые занимаются личностным ростом. Все говорят о состоянии потока, потому что в любой работе это важно, не только в работе дизайнеров. Если ты умеешь попадать в это состояние потока, значит, ты будешь супер продуктивным. Давайте поговорим о музыке. Музыка – это супер как важно, потому что очень много отвлекающих факторов, которые мешают работе. Важно найти классный наушник, который будет блокировать весь остальной шум. Я уверен, что у вас у всех есть наушники, будь то там AirPods или какие-то капельки. Важно использовать наушники, не колонку, потому что, ну, я на своем опыте это понял, потому что когда ты начинаешь, надеваешь наушники, ты становишься в неком вакууме. А если эти наушники подключены к компьютеру, то ты как бы с компьютером как-то еще соединяешься больше. У меня беспроводные, например, наушники вот такие. Bits, да? Но я не говорю вам, типа, покупайте эти. Просто у них есть шумоподавление, и это важно на самом деле. То есть я, когда в этих наушниках, я как-то отключаюсь от мира, слушаю музыку, она мне помогает фокусироваться. Я предпочитаю слушать разную музыку и постоянно изучать. То есть если я слышу какой-то трек, который мне прикалывает, у меня вырабатывается эндорфин, и я как-то работаю лучше. Я использую либо Apple Music, либо Spotify. Spotify у нас заблокировано в России. Это как бы сложно. Я вас не буду заморачивать. Используйте Apple Music, не жадничайте денег на подписку. Либо используйте SoundCloud. SoundCloud бесплатный. Или используйте ВК. Пожалуйста. Я вам прикреплю после этого видео плейлист, который я специально собрал для работы, для дизайна. Вы его включаете и погнали. Работаем. Я расскажу немножко, какую я музыку слушаю. На самом деле, зависит от проекта, над которым я работаю. Если это какой-то модный ресторан для молодежи, я могу включить какой-то современный хип-хопщик. И вот под этот биточек, йоу, там уже что-то делать. Нужно понимать, что у рэпа, хип-хопа, BPM, частота ударов в минуту, бит per minute, ну, бочка, она 90. Ритм будет такой, значит, средний, скажем так. Если вы включите электронную музыку, то у нее будет бит быстрее. 120 ударов в минуту. Бам, бам, бам. Важно понимать, в какой скорости вы хотите работать. То есть, если вы хотите на релаксе работать, попивать чаек, делать там какой-то логотипчик для кафешки или для магазина, там, модной одежды, вы включаете рэпчик и делаете там спокойненько, подтягивая вейпик. Если вы хотите быстренько сделать, и вы на таком бодрячке, может быть, вы пришли там со спорта, включаете электронную музыку и лучше миксец, чтобы после каждого трека не переключать какой-то новый и вот не было вот этого сбивки вот этой, да, то есть, послушали трек, потом пошел другой, и каждые пять минут новый трек. Вы включаете сразу же микс часовой и вот в этом потоке, не отвлекаясь на переключение разных треков, работаете. Вот такой вот лайфхак. Лучший способ слушать миксы, я считаю, это SoundCloud. Я вам покидаю несколько ссылок, где вы можете слушать разную прикольную музыку, которая лично мне нравится, которая стильная, модная, и она вас автоматически будет заряжать на классный вайб, который вам поможет делать качественный, интересный дизайн. Я не советую вам слушать русскую музыку или попсу, отбросьте это, послушайте это потом, если вы это слушаете. Старайтесь слушать что-то не русское. Я вообще русскую музыку не слушаю, за какими-то исключениями артистов, которые делают стиль, типа Иван Дорн, там, мне нравятся какие-то треки, но я их в работе и то не слушаю. То есть нужно настраивать себя на такой американский лад, на европейский лад, да? Если вам нужно сделать какой-то украинский ресторан или грузинский, то, конечно, лучше настроиться и включить украинскую музыку или грузинскую музыку. Но в данном случае нужно делать стиль, делать его под музыку, которая соответствует. Это очень важно. Про музыку рассказал, ссылки будут после этого ролика. плейлист специально для вас я прикреплю, который создал. Переходим еще к одному интересному моменту. Это запахи. Они относятся их фокусу, и к настройке, и к вдохновению. Многие об этом забывают, но я сторонник того, чтобы задействовать все органы чувств. И рот, и нос, и уши, и тактильная. В данном случае тактильная это работа. То есть мы нажимаем кнопки, что-то рисуем, что-то делаем, и руки как бы сами уже что-то создают, работая с мозгом. Как мы удовлетворяем наши вкусовые рецепторы? Мы пьем чай. Как мы удовлетворяем наши слуховые рецепторы? Слушаем музыку. Что по поводу глаз? Мы смотрим в монитор и делаем дизайн. Либо смотрим фильмы и сериалы, и потом это уже реализуем в нашем творчестве. И не забываем про нос. Что по поводу носа? Благовоние. Ребята, благовоние и парфюмерия. Рассказываю. Парфюм. Я просто прусь совершенно от разных парфюмов. Не то, чтобы я какой-то там эзотерик или этнический там чувак. Просто из-за того, что я много путешествую и побывал и в Таиланде, и в Индонезии, и в Сингапуре, и в Гонконге, и кучу еще где. Я подцепил разные культуры и начал разбираться, что и как действует, и почему там разные народы жгут, и у них свои там ритуалы. Смотрите, на самом деле палочки. Мне не нравится, когда она постоянно горит и долго воняет. Я ее поджигаю, буквально, знаете, вот так вот надламываю, и вот она вот так вот догорает, и все, мне этого достаточно, чтобы как бы приступить к работе, настроиться. Но я не гарантирую, что вам это будет нравиться. Сейчас я приведу несколько примеров. Во-первых, палочки, да? Разные палочки могут вас настроить на разный лад. Например, вот это, это тупо Zara Тарк Абберг. 500 рублей стоит. Очень классная, мне нравится. На самом деле, старайтесь использовать деревянные, типа сандал, типа какое-нибудь розовое дерево. Деревянные запахи, они дают уют, некую настройку на работу и фокус. И в комплексе там с чаем, с музыкой, вы можете включить, кстати, такие миксы, например, электронные с этническими мотивами из ссылок, которые вам прикрепил. И вообще, погрузитесь в какой-то иной мир, который вам даст автоматически вдохновение. Ай, горит, горит, горит ковер. Также, например, есть вот такие штучки, треугольнички, они супер вкусно пахнут, там продаются в разных магазинах, я советую сандаловые. Ну, либо смотрите по запаху, желательно деревянные. А, так что по поводу парфюмов. Парфюм тоже с деревянными нотками лично мне очень заходит. То есть, заметьте, я не душился ни каким-то там алюром, там, да, спорт, или там шамелем. У меня вообще парфюмерии такой нет. Это либо Камеда Гарсон, либо там Меда Тлен, либо еще какие-то. Короче, купить себе Камеда Гарсон духи и душить с ними и все. Чтобы они были с ладаном и с деревом. Они унисекс. Если девочки, вы душитесь, то парни точно кайфанут. Если парни, вы душитесь, девочки вообще будут в кайфе спрашивать у вас, чем это от вас пахнет. Супер. Запах и вас настроят тоже. Я не шучу. Это не прикол. Серьезно. Возможно, это странно, но я чувак, который действительно запаривается по мелочам. Это моя фишка. Запах он решает. Если у вас в квартире будет пахнуть прикольными благовониями и у вас будет классный парфюм, то это не только вам даст прокачку в работе, некую настройку, но еще и сделает вас просто более полноценным и стильным человеком. Для тех, кто не любит всякие вонючки сжечь, можно использовать увлажнители воздуха с функцией добавления туда эфирного масла. Покупайте эфирное масло Сандал, покупаете эфирное масло Витивер, покупаете эфирное масло чайного дерева, заправляете и без всякого дыма работаете с увлажненным воздухом. Это супер! Если вы внимательно посмотрите, как работают дизайнеры, они все это используют, я вас уверяю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова